«Только с разрешением арендатора. Связывайтесь с владельцем. Я старший смены на парковке. Удостоверение показывать вам не обязан». Так съемочную группу встречает охрана торгового центра. На момент нашего приезда автомобиль Алексея Рыжкового уже третий час находился плененый железным ограждением. Как рассказал хозяин авто, все началось с визита в торговый центр, что рядом с центральным автовокзалом. Перед тем, как войти в магазин, мужчина оставил автомобиль на местный, бесплатный для клиентов, парковки. «Вышел с торгового зала, сел в машину, перепарковался в другое место, пошел на автовокзал, чтобы снять деньги. Ко мне подошел сотрудник охраны и, соответственно, предупредил, что раз вы покидаете парковку, соответственно, у вас будет уже это платно. То есть машина остается здесь, а вы сами уходите. Я как бы ему сказал, что я отойду ровно две минуты и я сейчас свернусь. Он сказал, что машину заблокируют». Своё слово охранник сдержал. Автомобиль окружили железным забором. За освобождение из плена потребовали 200 рублей. Возмущенный мужчина вызвал полицию и позвонил в нашу редакцию. «Ограждение сюда, к забору». Позже ограждение убрали. Появился директор торгового центра. В его присутствии охранник стал более общительным и рассказал свою версию случившегося. «Ситуация была такая, без выражения. Послал и ушел. Трижды я им просил убрать автомобиль». Руководство торгового центра пояснило, своим клиентам предоставляют парковку бесплатно, а вот посетителям автовокзала придется заплатить. Случившийся инцидент и вовсе считают провокацией со стороны представителей автовокзала. Уже длительное время две компании делят территорию парковки. «В данном случае человек просто устраивает провокацию. Парковка требует определенных затрат. Во-первых, арендную плату мы платим около 330 тысяч в год за эту парковку. Второе, нам приходится асфальтировать, ремонтировать, охранять, наносить разметку. Мы все-таки стремимся, чтобы люди, которые приезжают к нам, они могли к нам приехать, свободно запарковаться». Подобный скандал на этой парковке уже был. Год назад за кратковременную стоянку отказался платить водитель такси, который привез сюда клиента. Машину тогда также огородили железным забором, а затем и вовсе оттащили в сторону тросом, прицепив за другое авто. «Полицейская проверка». Тогда виновника инцидента так и не выявила. Как будут развиваться события нового ЧП, пока неизвестно. Алексей Рыжковой написал заявление о противоправных действиях в полицию, но пояснить, почему отказался платить, так и не смог. Павел Бимаков, Павел Пресняков. События.